Клеточное ядро, то есть то, чем собственно эукариота отличается, определяется она как органелла, окруженная двумя мембранами, которая содержит ДНК. В эукариоте может быть одно ядро и несколько, и даже некоторые эукариоты могут иметь клетки без ядер, но в составе организма эукариотического. Принципиально открыл его еще Левенгук, они бывают довольно большие, и даже невооруженным глазом некоторые можно видеть ядра, но в простейший телескоп, к которому располагал Левенгук, ядра уже были сразу видны. Но долго не понимали функции. В 1838 год Маттиас Шлейден предположил, что от ядра появляется вся остальная клетка, и начал называть его цитобласт, то есть строитель клетки. То есть он думал, что если из клетки ядро, допустим, вынуть, то оно создаст полностью другую новую клетку. После этого наблюдали деление ядер, спорили о том, могут быть ли клетки без ядер и так далее. Открыли к тому же еще и прокариот. Все это дело было запутано. Считается, что окончательно доказал функцию ядра Август Вейсман. О том, что в ядре содержится именно генетическое вещество. ДНК не говорили, а именно вещество, которое передает наследственность. Но также сопровождали все это дело исследования Оскара Гертвига, который открыл оплодотворение, как оно происходит, и Эрнста Гекеля и так далее, с которым спорили. Эрнст Гекель считал, что иммунирула такая, то есть организмы возникают из бесструктурной массы, из какой-то слизи, в которой никаких ядер нет. Ну, в общем, вот Вейсман и потом Мендель, считается, что они показали, что ядро содержит хромосомы, то есть единица наследственности. Современная теория как раз Вейсманизм-мерганизм представляет собой. Вейсманизм-менделизм. Короче, в СССР там господствовала теория Ламарка, и как раз отрицали то, что наследственность через ядро происходит довольно долго, где-то до 50-х, 60-х годов, пока ДНК уже не открыли. Лысенко считал, что ядро не имеет фунт передачи наследственности. Ну, то есть имеет через весь организм, и через ядро передается, и через все остальное тоже передается. Ядро самая большая органелла, примерно 10% всей клетки обычно занимает. Она имеет внутри другой тип цитоплазмы, нуклеоплазму. Довольно сложное само по себе ядро устроено. Во-первых, оно окружено мембраной, естественно, потоманное ядро. В мембране есть дырочки, через которые поступают и выходят вещества. В них есть вот такие типа корзиночки, которые регулируют, собственно, какие можно вещества пускать, какие нельзя, хотя вирусы это все обходят и проникают в ядро. Две мембраны в ядерной оболочке. Она полностью окружает ядро. Покрыта рибосомами, то есть поверхность ядра покрыта машинами по синтезу белка. И, собственно, рибосомы в ядре тоже образуются. Ну, то есть, по крайней мере, это РНК-рибосом на этом синтезируется. Ну, пожалуй, перечислять все белки не будем, которые там входят в состав оболочки. Наиболее важные кариоферины – это те белки, которые переносят в ядро вещества какие-то и выносят из ядра. Вот они отвечают, собственно, за передачу информации из ядра и поставку в ядра, различные тоже информации в ядро и питательных веществ. Существует ядерная ламина. То есть, чтобы ядро как-то структурно себя поддерживало, не расползалось, есть достаточно твердый белок. То есть, серия белков – ламины. Вот они под этими двумя мембранами. Мембрана в основном регулирует прохождение веществ через нее, конечно. А под ними есть еще вот какая-то такая сеточка крупная из белка, которая держит именно все ядро как шарик. То есть, сохраняет его структуру. Она также представляет собой определенный оборонительный рубеж против вирусов, но вирусу эту ламину пробивают обычно. Непосредственно в самом ядре плавают хромосомы. Они довольно сложно устроены, но, видимо, отдельный клип про хромосомы. И вот они как раз передают наследственность. В ядре очень много подструктур, так называемые ядерные тельца со сложными функциями, некоторых еще не установили. Ну, хорошо известная ядрышка – это отдельная структура, которая сама по себе содержит наследственную информацию. И вот она как раз синтезирует рибосомы. То есть, ядрышка как раз создает фабрики по производству белка, и она же синтезирует рибосомные РНК. Кроме этого ядрышка, функции которого понятны и очень важны, там есть такое тельце кахаля, тельце гистоновых локусов, функции которых такие довольно пока непонятные. Но, скорее всего, они управляют сплайсингом. То есть, эукариота отличается таким сложным анализом ситуаций разных. Она меняет постоянно вот эти коды, которые идут в РНК. Она занимается тем, что она анализирует все время РНК, вырезает какую-то информацию оттуда. Когда уже готовая РНК, готовый приказ создали о формировании белков, это типа еще не все. Еще будет клетка проверять его, вырезать лишнюю информацию, может при этом поменять сами вот эти приказы генетические. И вот этим занимаются всевозможные тельца внутри ядра. Спеклы. Наиболее тоже из них известны. Это тоже тельца, которые содержат факторы сплайсинга матричной РНК. То есть, управление структурой готовой уже матричной РНК. Туда же примыкает пара спеклы, функции которых менее изучены, это которые сопровождают спеклы. При нагревании ядра оно создает стрессовые ядерные тельца, которые помогают ликвидировать стресс, то есть какое-то, допустим, нагревание ядра. Кроме того, довольно много так называемых ядерных телец-сирот. У них довольно сложные функции, можно только перечислить кластосома, тельце сам 68, тельце сумо, домен ОРТ и так далее. То есть, там их много всяких таких обнаружили, у которых какие-то сложные конкретные функции, но обычно влияющие на формирование тех или иных белков, на формирование матричной РНК, управление таким образом. Центром управления является ДНК, но там информация просто наследственная, там просто записана и транслируется от одного организма к другому. А так как ситуация меняется, клетке еще нужны какие-то средства по ситуации что-то модифицировать, чтобы не тупо программа выполнялась. Вот такие есть средства и всевозможные ядрышки там, тельца, они вот этим самым занимаются. Основная функция ядра в том, что компартментализация характерна для эукариот, то что различные процессы внутри ядра и в самой клетке, они друг с другом не взаимодействуют. Поэтому как раз можно осуществлять сложную регуляцию экспрессии генов. В основном из-за того, что есть ядро, эукариоты способны регулировать экспрессию генов, то есть как выражается наследственная информация. Она контролирует внутри ядра свое содержимое, меняет вот эту информацию исходя из ситуации, подавляет образование определенных ферментов, когда им нужно, переносит, допустим, из цитоплазмы какой-то фермент в себя, выпускает какие-то там подавляющие синтез определенных ферментов, какие-то вещества и так далее. Регулирует оно. За счет того, что оно отделено от остальной клетки, оно регулирует лучше. Пожалуй, так. И основной механизм этой регуляции – это ядерный транспорт. То есть вот через эти ядерные поры входят и выходят различные молекулы, которые, как правило, содержат приказы. То есть эти молекулы, как имеют сигналы, они сигнализируют ядро о том, что в клетке происходит, когда они входят, да? А когда они выходят из ядра, то они содержат какие-то, да скажем, приказы. Ну вот есть специальные белки, кариоферины, с которыми нужно связываться, чтобы запустить какую-то информацию в ядро. И экспортины – это белки, с которыми связываются ферменты или там РНК для того, чтобы какую-то информацию из ядра выпустить. Ну то есть вот там некие сложные происходят реакции, в которых участвуют специальные белки, регулирующие вход и выход информации из ядра. Это жёстко контролируется. Ядро способно себя разбирать, во-первых, при делении, ну, в делении отдельный будет клип, и там будет подробно, это надо всё отдельно. Ну, ламину оно при делении разламывает. Также есть апоптос, такой процесс, когда клетка сама себя сознательно разрушает, и при этом она способна разломать ламину, конденсировать хроматин и сама уничтожить своё ядро. Ядра маленькие могут быть по размерам 1 мкм, то есть сравнимые с бактерией. Могут быть 400 мкм и 1 мм, то есть огромные. Как правило, они круглые, но не обязательно. Могут быть ещё и сложных всяких видов. Проблемы многоядерности существуют. По крайней мере, считается, что одно ядро должно быть, но у довольно много многоядерных организмов, даже среди простейших, и в человеке такие клетки есть многоядерные, у высших и у креот тоже есть. Также встречаются, в принципе, клетки безядерные. Но это целесообразно, когда к конкретным организмам перейду, их тогда описывать, сейчас с этим не разбираться. Почему они многоядерные, как они там, как это работает и так далее. О происхождении ядра уже кратко рассказывал в клипе по эукариотам. Основные гипотезы. Сейчас базовая считается симбиоз. То есть наиболее распространённая, что некая архея проникла в бактерию, напоминающую миксобактерию современную. А архея походила на метаногенную. И вот эта архея захватила управление бактерий, и вот так возникли эукариоты. То есть эукариоты – это архея внутри бактерий. Дело в том, что устройство ядра ближе к устройству археи, и там наблюдаются белки определённые, которые есть в археях, а не в бактериях. А общее устройство прядки в целом скорее бактериальное. Поэтому предполагают, что архея засела внутри бактерий, и так и эукариота получилось. Дальше есть гипотеза, что сама по себе бактерия создала компартменты. Без всякого она, короче, этого самого эндосимбиоза работала. И даже некоторые такие бактерии есть, у которых есть отдельные, там, внутри клетки отдельные разделы, я про них уже рассказывал. Но, правда, очень ограниченные, и там не тот уровень, что у ядра. Распространённая является гипотеза вирусного эукариогенеза, согласно которой вирус проник, инфицировал архею, локс-вирус такой. Он инфицировал архею, и вот так получилось, значит, эукариота. Непонятно, почему эукариотов половое размножение, к этому до этого мы ещё дойдём, половое размножение вообще странная вещь. Зачем оно нужно, не совсем понятно, но вот предполагают, что из-за вируса, что вирус ещё и создал, собственно, женский и мужской пол, там, или все прочие полы, там, у некоторых много организмов всяких полов, вот тоже связывают это с вирусом. Ну, и также полагают, что просто в процессе эволюции выработалось ядро, но, кстати, вот эта гипотеза самая малораспространённая, потому что механизм, по которому может ядро в процессе естественного отбора возникнуть, тоже непонятный и недоказан. Ну, скорее всего, кто-то что-то проглотил. Только так, пожалуй, можно доказать ядро. Клинически в ядре происходят мутации, что приводит к генетическим заболеваниям. Также у нас могут быть антитела к определённым компонентам ядра, что вызывает аутоиммунные заболевания. Мутации в ядрышке приводят к раку, и вообще, то есть, вот изменения в различных тельцах тоже часто могут быть признаками рака. То есть, наблюдаются, допустим, изменения в ядре, которые доказывают, что клетка раковая. Ядерная оболочка, как правило, сопротивляется проникновению вирусов. Ряд вирусов только внутри белка могут работать, им нужны белки внутри ядра, поэтому вирусы, как правило, ломают ядерную ламину и проникают или снаружи в ядро, или изнутри ломают и вырываются из ядра. В общем, всё равно это мембрана ядерная, и структуры, которые её поддерживают для вирусов, представляют определённую проблему. Это мембрана.